Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы готовим улитки из слоеного теста и фарша. Тесто я купила в светофоре, оно у меня растаяло, смотрите какое стало. Оно у меня дрожжевое, слоеное дрожжевое. Фарш можно взять абсолютно любой, у меня вот свинина с говядиной смешанной. Три луковки у меня взяты и лук нужно покрошить как можно мельче. Тесто я сама не готовила, это слоеное. Зачем его готовить, если оно продается в магазине? Сейчас скажите, тесто можно купить, можно также эти улиточки купить. Все можно купить. Ну, я не изобретала велосипед, я просто приготовила тесто. Мы добавляем перец, добавляем соль по вкусу, все нужно хорошо перемешать и можно добавить сюда молочка. И перемешиваем теперь. Добавим по вкусу немного зелени, тоже вашей любимой, у меня зеленый лук. Ну вот, молоко закончилось, добавим немного воды. Теперь нормальная консистенция. Отлично, все отлично. У меня здесь вот яичко, его нужно разболтать, это я буду смазывать. А вы видите, у меня стол застелен пищевой пленкой, порой не попадала мука, я его застилаю всегда. Нам сейчас надо его немножко раскатать, не немножко, а хорошо раскатать, чтобы оно тоненькое было. По нему мы будем распределять фарш. Так, и вот это все мне мешает. Я хочу это срезать, толстый край. Ну, чтобы они не такие, чтобы они покрасивше были у меня, эти улиточки, ничего страшного, я это еще раз перекручу. И сюда нужно распределить фарш. Я вот здесь оставила примерно сантиметра два, да, от края. И начинаю сворачивать улитку в рулетик. Ну, вот, прищипну здесь. Так, мне сейчас нужно побрызгать формочку. Теперь разрезаем улитки. Расстояние, конечно, нужно выдерживать. Вот они у меня примерно 3 сантиметра. И между ними я оставляю расстояние сантиметров по 5, наверное. Так как у меня два листика, я даже подальше разложу, все равно у меня на один не войдут. Пусть они немножко постоят. И, ну, сколько немножко? Ну, минут 5-7 и в духовку можно подставить. Можно было не обрезать края. Тогда бы были немножко кривоваски у меня. Но так как я обрезала, я сейчас этот тоже пластик раскатаю. Я совсем немножко припыляю мукой, припудриваю, чтобы у меня с калкой не прилипало. Ну, пойдет этот такой, какой получился. Остатки фарша сюда. Если кому-то интересно, у меня было ровно полкилограмма фарша. Лука примерно 250 грамм. Репчатого. И килограмм теста. Юра тут мне предложил счастливую улитку сделать. Ее же совсем не видно будет. Как пельмень. Все по-наему попалось. Захотел стать счастливым. Всем привет, девочки. Я молчу. Опять хотел отмолчаться. Опять не получилось. Ну, раз Лариса меня тут вызывает на батл. Как это? Артур пирожков. Батл, так батл. Да, я хотел быть счастливым. Отвечаю на вопрос своей супруги. Красавицы-комсомолки. Спортсменки. Я смотрю на вот это все дело. И мне это все напоминает свернутые пельмени. Ну, пусть будет улитка это называться. Свернутый пельмень. Или ленивый пельмень, как правильно. Ну, как получилось, так получилось. Духовочный. Духовочный, да. То есть, пельмени же надо в воде варить. А этот в духовке что они делают? Очень ленивый. Тушатся. Может, пекутся. Пекутся. Очень ленивые, да. Посмотрим, что за пельмени будут такие. Я люблю все потольше, да побольше, потолще, да побольше. Можно их сделать сантиметра по два. Они будут тоненькие. Ну, это у кого много времени. Можно и по сантиметру сделать. Смазала вообще можно желточком. Ну, так как я экономная женщина, я еще и белок добавила. В общем, постоять сейчас и будем в духовку ставить. А мы тут по традиции пьем чаек. Пьем чаек наш любимый, пиала. У нас тут кипяток в термосе. Теперь, ребята, экономные. Зачем лишнее разгреть? Вот, смотрите, сколько мы уже выпили, сколько осталось. Месяца не прошло, наверное. Представляете, ребята, вот такая пачка пиалы. Казахского чая. Вот такая вот. Там сто сто штучек. Сто штук там. Не прошло и месяца, а мы уже тут. Знаете, кто не пробовал, я вам рекомендую попробовать. Может, вам понравится. Это не реклама. Просто советуем то, что нам нравится, и вам попробовать. Смотрите, ребята, уже минут 10, а может, и больше стоит. Вон она все готовится. Стоит на 200 градусов. Вау, какие красавцы. Девочки, скажу вам честно. Дома такой запах, как будто мама вернулась. Вот ее не было, а теперь она вернулась. Так по-домашнему все пахнет печевом. Очень вкусно, поверьте, правда. Смотрите, кстати, по своей духовочке. У меня вот верхний быстрее зажарился, чем нижний. Разливаем чайок. И смотрите, целое блюдо у меня таких вкуснейших пахучих улиток. А блюдо-то, посмотрите, какое. Из Казахстана. Ему очень много лет. Это мне мама дарила. Тут были пиалушки, чайничек. Ну, все, к сожалению, разбилось. А вот блюдо сохранилось. Какая красота и вкуснота. Я не знаю, нам остается только попрощаться. Пожелать вам всем-всем-всем крепкого-крепкого здоровья. Тихого семейного счастья. Ну и хорошего настроения в самоизоляции. Можно я добавлю? И мирного неба над головой. Всем пока-пока. До встречи. Пока-пока. Ребята, как всегда, я пробую. Очень вкусно. Я вам скажу, это не пельмени ленивые. Это печенье с мясом. Печенье с мясом. У Юры сравнения такие. А я сейчас сижу и ностальгирую. Сахарница, мамина твоя из Казахстана, да? Чайничек из Казахстана. Это из Казахстана. Ну, вообще, обалдеть. Мы такие. Мы живем по-старинке. И пока.